Всем привет! В этом видео очень мало рассуждений. Все конечно же ждут нового сезона или его отображения на тестовых серверах, но пока везде пусто. И это видео для тех, кому мало двух автомобилей Step 310e и Step 3364, и кому нужно больше автомобилей, похожих на автомобиль ZIL. Взять их можно у модеров, чем я и не применил воспользоваться. Всего тех автомобилей, которые я бы хотел показать в этом видео, 5. На самом деле модов с ZIL чуть больше, но я решил взять те, которые чем-то понравились мне, и те, которые хотя бы раз обновлялись своими авторами. Как вы знаете, завод имени Лихачева появился в 1916 году, а спустя 100 лет с небольшим, исчез как будто и не было его. Чего нельзя сказать о продуктах его производства, они и сейчас в достаточном количестве коптят потихоньку дороги постсоветских государств. Как вы помните, недавно игра SnowRunner дополнилась грузовиком 3364, который в испытаниях показал себя весьма неплохо. Поэтому в видео я покатаю стандартные испытания для двух классов грузовиков, представленных модерами. Это вездеход и грузовой, или грузовик повышенной мощности. Естественно, в ссылках внизу я оставлю испытания оригинальных грузовиков из игры этих классов, но сделаю это только лишь для понимания происходящего и сложности маршрута. Также я бы не стал особо заострять внимание на времени прохождения, так как я все делал с первой попытки, и моей целью не было установления лучшего для данного мода времени прохождения. Таймкод и время я оставил лишь для ориентации среди оригинальных грузовиков. Абсолютно намеренно я не стал ускорять видео проездов, потому что в некоторых модах используется неоригинальная озвучка. И пускай видео получилось достаточно громоздким, но с помощью глав его легко можно промотать на нужный момент. А теперь ближе к делу. Первый мод называется ZIL-157, от автора, который именует себя V.Vысокий. Возможно, это псевдоним. Чем подкупает этот мод? Достаточно неплохой визуальной проработкой. Открытый в стороны моторный отсек навевает ностальгией. Достаточно аутентичные стоковые покрышки и в целом небольшая мощность. Все как у оригинала. Отдельного упоминания заслуживает звук переключения передач, похожий на карканье. В игре автомобиль получил два двигателя. Мощностью 105 и 140 тысяч. Естественно, я использовал более мощный. Масса автомобиля в игре 5500 единиц. И соответственно, соотношение мощности к массе 25,45. Также стоит обратить внимание, что у автомобиля достаточное количество аддонов. Хотя стоит отметить, что не все стандартные прицепы совместимы с ним. Например, с ним несовместима цистерна на 3700 литров. Поэтому в испытании пришлось комбинировать другие факторы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что ж, 157-й справился почти за 10 минут. Невеликий результат. Грузовик получился очень неторопливый, я бы даже сказал ленивый, на пониженных передачах вообще очень медленный. Однако преодолевает различные препятствия он весьма уверенно. Не знаю как для прохождения игры, но посмотреть разок его наверное можно. Далее мод ZIL нижнее подчеркивание 131M от автора Влад нижнее подчеркивание SVE без точки и нижнего подчеркивания. 131-й очень похож на оригинал визуально. Единственное, что слишком длинная рама. Есть нестандартные аддоны, правда в небольшом количестве. Есть низкое седло. Автор несколько раз обновлял мод, правда богатством визуальных украшений он не блещет. Всего два двигателя, 150 и 180 тысяч при массе в 9012. На максимальной стороне дают соотношение 19,97 мощности к массе. Все весьма скромно. Но вот в испытании... Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 примерно за 10 минут и пускай с лучшими оригинальными грузовиками он поспорить скорее всего не сможет но в отличие от 157 он подкупает взрывным характером не всегда оригинальным звуком и большей скоростью передвижения по твердым поверхностям если вам нравится такой визуальный стиль то он вполне может заменить в игре вездеходы средней руки не стоит забывать о том что по умолчанию 131 м имеет постоянные блокировки с переключаемым полным приводом также не стоит забывать о том что автор время от времени обновляет этот грузовик и напоследок на на сладкое так сказать пока автомобилей зил от автора который многими признается если не лучшим модером то точно одним из лучших а именно пак автомобилей зил пробел rsk от кота 76 раз к паке 3 автомобиля зил 130 и зил 133 г я относящиеся в игре к классу грузовой а также зил 131 относящийся к классу вездеход набор двигателей для них состоит из четырех спектром от 150 до 300 тысяч мощности в зависимости от моделей автомобили комплектуются неоригинальным звуком тремя различными подвесками неоригинальными коробками передач неоригинальным набором шин подключаемыми блокировками полным приводом и неоригинальными ребятками прибавьте к этому превосходный визуальный стиль неоригинальные раскраски автомобилей и близкие к оригиналу интерьер и экстерьер если насчет двух предыдущих модов я сомневался то это точно стоит попробовать соотношением мощностей к массе варьируется от почти 25 до 34 не буду тянуть кота 76 за и раска и сразу перехожу к испытанию а 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...